Проповедь 413 Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7 стих. Конечно, нам необходимо пребывать во Христе, чтобы жить для Него. Необходимо пребывать в Нем и для того, чтобы притязать на дар этого Его обетования. Пребывать во Христе – значит никогда не оставлять Его из соображений какой-то другой любви или ради какого-то другого предмета, но оставаться в состоянии живой, исполненной любви, сознательной и добровольной связи с Ним. Ветвь не всегда близка к стволу, но она постоянно получает от Него жизнь и способна плодоносить. В известном смысле все истинно верующие пребывают во Христе. Имеется, однако, еще более высокий смысл, и нам необходимо постичь Его прежде, чем мы сможем получать неограниченные силы от престола. Просить, чего не пожелаете, могут только люди, которые ходят с Богом, которые, как Иоанн, возлежат на груди Христовой, связь которых со Христом приводит к постоянному общению с Ним. Сердце должно пребывать в любви, душа должна укорениться в вере, надежда должна сплавиться со Словом. Ведь человек должен соединиться с Господом. В противном случае было бы весьма опасно доверить нам могучую силу по слову молитвы. Неограниченные полномочия можно даровать только человеку, который может сказать о себе «Уже не я живу, а живет во мне Христос». О, вы, прерывающие свое общение с Ним, какую же огромную силу вы теряете! Если вы хотите быть сильными в своей молитве, сам Господь должен пребывать в вас, а вы в Нем.